Так, ребят, всем привет! Всех приветствую на своем каналчике. Сегодня решил я почистить дроссельную заслонку, потому что бывает не сильно четко держит холостые обороты, плюс медленно сбрасывает и немножко повысился расход топлива. Не чистилась она уже около 100 тысяч километров. Сейчас покажу, как это все сделать. Так, ребятки, вот так вот выглядит у меня дроссельный узел на ланосе 1.6. Сейчас я буду откручивать все вот эти вот хомутики для того, чтобы добраться до него поближе. Для этого нам понадобится вот такая вот отверточка с головочкой на 7 и берем, откручиваем для начала вот здесь. Теперь, чтобы было проще, отщелкиваем вот эти вот защелки, 4 по кругу. Таким вот образом сторону я все это дело отодвинул. Теперь есть доступ к дроссельному узлу. Вот так вот можно рукой открыть. Видим мы, что есть там внутри небольшой нагарчик такой, да, который мы, собственно, сейчас и будем убирать. Будет экспресс-метод, ребят. Так, ребят, теперь использую вот такую вот я очистку для карбюратора. Золик. Отверстие. Все тоже нужно пропшикать. Также, где у вас находится датчик холостого хода, обязательно туда в канал залезьте, вот этим вот носиком и запшикайте. Вставляете в канал холостого хода, он находится вот там вот вверху, надеюсь, вам все это видно. Вот, и пшикайте. И смотрите, там просто земля чуть ли оттуда не вылетает. Самым главным образом почистите его. Так, ребят, сейчас хочу вам показать, какая здесь гадость вытекает. Вот видите, вот это все черное, это с датчика холостого хода. Кстати, датчик холостого хода проблематично снимается здесь на этих винтах, поэтому гораздо проще и дешевле за 40-50 гривен купить очиститель карбюратора, которого вам хватит, я не знаю, на всю жизнь, на всю эксплуатацию двигателя. Вот. Сейчас я вам покажу, что тут внутри. Видите, одним кадром. Мочмола просто страстная. Вот видите, еще один раз запшикал канал холостого хода датчика вот этого, который, собственно, очень сильно влияет на расход топлива, который бывает подклинивает. То есть вот эта вся мочмола залипает, там это сажа, масла и все остальное, и не дает ему штоку нормально ходить, понимаете? Медленнее он ходит. Все, таким вот образом мы его чистим, вытираем, чистим, пока не начнет оттуда чистая, собственно говоря, очиститель это чистые лица. Вот. И все. Собираем, запускаем двигатель и все работает четко. Ребята, я надеюсь, вам там видно будет этот, собственно, канал, который идет на холостой ход. Вот здесь он находится, вот там вот. Сейчас я вставлю в отверстие и покажу вам. Вот он, видите, вот этот канал. Вот там вот он находится. Сейчас как бы он парится. Вот, вот там. Вот это канал холостого хода. Вот туда заливайте по максимуму, оттуда вылетает такая грязь. Сейчас покажу, видите, протер. Решили вот так вот вставить баллончик, видите, туда датчик холостого хода, чтобы канал заходил. И вот так вот пшикать. Видите, уже практически чисто оттуда бежит очиститель. Ребятки, заводим двигатель и идем на заведенном двигателе, тоже пшикаем туда. Надо дроссельную заслонку приоткрыть. И туда, в этот еще канал холостого хода. Ребятки, все собираем в обратном порядке. Защелкиваем все эти защелочки, закручиваем ключиком на 7 наш патрубок. Идем, заводим двигатель. Будем, ребятки, заводить двигатель. С полтычка заводится. Как видим, смотрим на обороты. Ребятки, все работает четко. Видите, откликается на газ хорошо педалька. Ребятки, кстати, можно почистить, естественно, дроссельную заслонку, сняв ее. Но тогда могут быть некие проблемы. То есть не откручивается датчик холостого хода. Потом найти хорошую оригинальную прокладку. И все это намного дольше. Если у вас все, в принципе, там исправно, проще всего сделать так, как сделал я. Добра, бабла и позитивчика. Подписывайтесь на каналчик. Ставьте лайкосики. Пишите свои, знаете, суперовые комментарии. Всем комментариям буду рад. Также подписывайтесь на инстаграм и тикток. Катайтесь, не ломайтесь. Всем добра, бабла и позитива. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok